Долговая яма казахстанцев становится все глубже. Микрокредитные организации теперь будут выдавать беззалоговые займы по новым ставкам. Они увеличились с 0,35% до 0,4% в день. Казалось бы, ненамного, но в годовом выражении ставки выросли со 127 до 146%. Таким образом, говорят экономисты, МКО пытаются закрыть свои убытки, ведь многие заемщики уже не платят кредиты и вывести денежный поток в плюс. По словам экспертов, долговая нагрузка казахстанцев увеличится. Потому что у них будет все заблокировано. Специалисты говорят, ставки больше 100% во всех развитых странах считаются ростовщическими и запрещены законом. Но только не у нас. По почетам депутатов, 80% экономически активных казахстанцев обременены кредитами. В развитых странах этот показатель в несколько раз меньше. Так в США это всего 20%. Кабальные условия банка второго уровня и микрофинансовая организация загоняют народ в долговую яму. Деятельность микрофинансовой организации не регулируется государством. Проценты слишком высокие. В итоге наши граждане сталкиваются с работой коллекторов, судоисполнителей, вынужденные проходить процедуру банкротства. К микрокредитам казахстанцы прибегают не от хорошей жизни. Чтобы снизить закредитованность и вызволить граждан из долгов, нужно развивать экономику и повышать зарплаты. При этом сейчас как минимум у полутора миллионов казахстанцев есть просрочки по действующим займам в 90-е и больше дней. И таких граждан становится только больше.